Сотни томов русских классиков, тысячи выпусков журналов и газет, уникальные подборки зарубежной литературы. Все это богатство главного книжного храма города Бреста. Центральная библиотека имени Пушкина ежедневно встречает своих читателей, которых по последним подсчетам около 45 тысяч. К каждому гостю здесь особый подход. Кому-то надо посоветовать исторический журнал или монографию, а кого-то просто подбодрить, сказав несколько теплых слов на прощание. Жизнь меняется, совершенствуются информационные технологии. Однако живая печатная литература остается интересной Брестской читающей публике. Вообще эта библиотека универсальный хранитель информации в разных видах и формах. Это центр предоставления информационных услуг. Это центр распространения знаний, духовности, интеллектуального общения. И это основная задача всех наших 15 городских библиотек. Нашим читателям, а их у нас 45 тысяч, мы выдаем в год около 900 тысяч названий, точнее экземпляров, документов. Библиотека в своем современном понимании уже давно перестала быть лишь книжным домом. Сегодня это социально-культурный центр, в котором проходят акции и мероприятия. Организуются творческие вечера и тематические встречи. К главным государственным праздникам в библиотеке проводятся выставки и литературные марафоны. Читающий бульвар – встреча с хорошей книгой. Все это лишь часть мероприятий, которые с удовольствием посещают брещане и гости города над Бугом. Профессиональный праздник – возможность подвести итоги и определить планы на будущее. Мы проводили различные праздники. Например, праздник «Читающий бульвар» был посвящен в этом году 40-м годам прошлого века, а точнее Бресту 40-х годов. У нас были поэтические марафоны, которые собирали всех читателей Бреста. А вообще вечера проводились не только с брещанами, но и с писателями из Брестской области, с нашей страны, с зарубежью, с Украины, России, Польши. А то, что будет дальше, будет тоже очень интересно. В праздничный день в библиотеке много гостей. Однако главные виновники торжества сегодня – библиотекари. Коллектив постоянно растет. Каждый год в него вливаются новые специалисты, обладающие не только высоким уровнем профессионального мастерства, но и особыми личными качествами. Дарья Вакульчик пришла работать в Пушкинскую библиотеку год назад. За время работы девушка ни разу не пожалела о том, что выбрала именно это ремесло. Свою работу считает призванием. Очень хороший коллектив, очень хорошо приняла, поэтому сразу, так сказать, врослась в этот коллектив. И в профессии, конечно, еще много чего неизученного, неизвестного. Ну, это понятно, потому что еще мало времени прошло. Ну, я надеюсь, я все это постигну и узнаю. Я рада, что так получилось, что я попала в эту профессию. И я надеюсь, я не подведу эту профессию. Праздник – это хороший повод наградить тех, кто долгие годы трудился и трудится на благо брещан, кто, невзирая на порой ненастную погоду, создает в библиотеке атмосферу уюта и умиротворения. Грамоты из рук представителей городской вертикали получили лучше. Сегодня в адрес сотрудников храмов литературы города звучат не только музыкальные поздравления от юных берестейских звездочек, но и слова благодарности от непосредственного руководства за доброе дело. Сегодня, в День библиотек, мне бы хотелось поздравить, прежде всего, коллег своих, конечно, читателей, писателей с этим праздником пожелать новых творческих достижений, успехов во всех начинаниях, оптимизма и благополучия. И, конечно же, хочется мне сказать, мы ждем вас в наших библиотеках.